Газопланета Газопланета — это планета, которая обращается не вокруг Солнца, а вокруг какой-нибудь другой звезды. Как вы думаете, много ли таких планет сейчас открыто? Кто думает, что меньше ста? А кто думает, что больше тысячи? О, отлично, вторые правы. Совсем недавно мы не знали вообще никаких планетных систем, кроме Солнечной системы. А сейчас мы знаем уже больше тысячи-тысячи триста систем. В них больше двух тысяч планет. Но какие они? Давайте посмотрим. Здесь отмечена масса обнаруженных планет. Чем правее, тем больше масса. Здесь отмечено среднее расстояние. И мы видим, что основная часть планет находится далеко от своей звезды и имеет большую массу. Это совсем не похоже на Солнечную систему. В Солнечной системе все-таки есть планеты земной группы. А здесь мы этого не видим. Ну или почти не видим. Во-вторых, в Солнечной системе все планеты имеют круговые орбиты. А наблюдаемые планеты имеют орбиты вытянутые. Вот здесь это отмечено. Давайте разбираться, почему. Ну, во-первых, вот общая статистика. Совсем маленькая планета ровно одна. Планеты до половины массы Земли — это 1%. Вот эта группа — это группы земной массы до 5%. И большие планеты, но тоже земной группы — это уже до десятков масс Земли. Ну и основная часть — это Юпитера. Почему это происходит? Почему мы не видим самого интересного? Мы не видим планет, похожих на земную группу. Это происходит вот почему. Потому что наши методы исследования не очень совершенны. Два основных метода обнаружения экзопланет — это метод Доплера и метод транзитов. Что такое метод Доплера? Есть такой эффект Доплера. Все вы с ним наверняка сталкивались. Когда вы стоите на платформе, к вам приближается поезд, гудит, вы слышите один звук. Когда поезд от вас удаляется и гудит, вы слышите другой звук. Это происходит потому, что при приближении к вам поезда частота колебаний воздуха уменьшается, а при удалении, наоборот, увеличивается. Похожий эффект наблюдается для света. Там не совсем такая физика, но тем не менее это очень похоже. В спектрах звезд есть линии, которые связаны с наличием каких-либо элементов в атмосфере звезды, которые поглощают свет, идущий из недр. И частота этих линий также меняется при движении звезды. Соответственно, если звезда приближается к нам, то частота увеличивается, линия смещается в синюю сторону. Ну и наоборот. Если удаляется, то в красную. На этом основан эффект Доплера. Когда планета обращается вокруг звезды, не только гравитационное поле звезды действует на планету, но и гравитационное поле планеты действует на звезду. В связи с этим на самом деле движется не только планета, но и звезда. Они как бы обращаются вокруг общего центра масс. И за счет этого звезда то удаляется, то приближается. И это мы можем видеть за счет эффекта Доплера. Но этот эффект очень тонкий. В конце концов, планета очень маленькая, и движение линий очень слабое. Поэтому такой метод может открывать только планеты с большой массой и желательно находящиеся поближе к звезде. Второй метод — транзитный метод. Транзитный метод очень легко понять. Вы все, наверное, знаете про солнечные затмения. Луна закрывает диск Солнца. Здесь ровно то же самое. Планета закрывает диск своей звезды, блеск звезды падает, и по периодическому изменению блеска звезды мы можем обнаружить планету. Но диск Солнца — это хорошо, а Солнце близко, и он большой. А диск звезды — это все-таки совсем другое дело. Звезда очень далеко, и эти колебания блеска очень слабо заметны. Поэтому нужны очень точные инструменты. Вообще большую часть экзопланеты открыл космический телескоп Кеплер, который, собственно, использовал этот самый транзитный метод. К сожалению, этот космический телескоп сломался некоторое время назад, и поэтому сейчас наши основные надежды на два телескопа. Недавно запущенный космический телескоп Гайя, и нам обещают, что через два года будет запущен космический телескоп Джеймса Уэбба. Транзитный метод тоже позволяет открывать только крупные планеты в основном. На самом деле этим методом открыты и не очень большие планеты, но все-таки легче всего обнаружить большие планеты, они большую площадь диска звезды закрывают. И, конечно, чем ближе планета к своей звезде, тем, получается, она тоже закрывает меньше площадь, а если она подальше, то получается лучше. Ну и вот, собственно, теперь понятно, почему мы не видим самого интересного. Потому что наши методы просто не позволяют этого сделать. Пока чувствительности недостаточно. Хорошо. Теперь мы поговорили о методах, и мы все представляем себе солнечную систему. Вот есть звезда, Солнце, вокруг нее крутятся планеты, и, по всей видимости, здесь все то же самое должно быть. Как бы не так. Как вы думаете, много ли двойных звезд в нашей галактике? Кто думает, что совсем мало? А кто думает, что половина? Тоже единицы. Видимо, просто не знаете, что такое двойная звезда, да? Хорошо. Двойная звезда — это когда две звезды гравитационно связаны, то есть они не просто там как-то в поле галактики находятся, а там обращаются вокруг общего центра масс. Могут быть тройные системы, четверные и так далее. Называются кратные. Ну так вот, удивительно, но факт. Больше половины звезд в галактике двойные. Прекрасно. Есть ли у них планеты? Есть. На данный момент открыто где-то около 300 планет у двойных звезд. Примерно половина из них находится около каких-нибудь экзотических объектов. Это когда двойная, скажем, слишком тесная, там начинаются свои физические процессы. Или один из компонентов двойной, какой-нибудь белый карлик или нейтронная звезда. Но другая половина находится у звезд двойных, которые похожи чем-то на Солнце, но звезд главной последовательности. Здесь может быть два варианта орбит. Первый вариант называется S-тип или S-класс. Это когда планета обращается вокруг одной из звезд двойной. Здесь в теории могут быть всякие интересные орбиты. В частности, может быть какая-нибудь орбита с обменом, когда какое-то время планета обращается около одной звезды, а потом переходит к другой. Но по факту мы пока ничего такого не наблюдаем, ничего такого не нашли. И вообще, в принципе, ничего особо интересного. Но в таких конфигурациях мы пока не нашли. А вот второй тип — это орбита P-типа, когда планета обращается сразу вокруг обеих звезд. Вот тут уже много интересного. Таких планет известно около 30. Примерно половина из них... Придон, около 20. Примерно половина из них как раз около звезд всяких экзотических. А другая половина — это хорошие звезды, звезды главной последовательности, похожие на Солнце. По этому поводу НАСА даже сделала открытку из будущего. Расслабьтесь на экзопланете Кеплер-16b, где ваша тень всегда имеет компанию. Ну, совсегда это они, конечно, немножко загнули. Потому что когда происходит затмение, тень у вас все-таки будет одна, а не две. Но большую часть времени, конечно, две. Плюс ко всему, с одной стороны, это, конечно, очень хорошая двойная система. Главная компонента там совсем похожа на Солнце. Она такая же, такой же оранжевый карлик. Ее масса примерно 0,6-0,7 масса Солнца. А вторая звезда совсем холодная, маленькая — это красный карлик. А планета, к сожалению, по ней вот так вот просто не погуляешь, потому что это планета-гигант. Эта картинка непонятная. Сейчас я буду рассказывать, что на ней нарисовано, а потом мы будем разбираться, почему она понятная. Эта картинка тоже относится к этой же самой планетике. Кеплер-16b, да, она была первая открытая у двойных звезд главной последовательности планета. Здесь нарисовано вот что. Синяя область — это там, где орбит быть не может. Вот здесь, допустим, если у вас планета может подходить к звезде на какое-нибудь такое расстояние, при этом у нее вытянутая орбита вот настолько, то все. Две звезды, центральная и двойная, так сильно влияют на эту планету, что она либо выбрасывается из системы, либо падает на одну из звезд, либо меняет свою орбиту. Там, где все белое, там все хорошо. Там можно жить, там можно находиться постоянно на какой-то своей орбите. Красная точка — это сам Кеплер-16b, сама эта планета. Мы видим, что с ней все хорошо, у нее хорошая орбита, она никуда не падает, никуда не улетает, все прекрасно. Тут нужно заметить, что эта планета находится в резонансе. Я сейчас скажу, что это такое. В резонансе со своей двойной один из вторых. Что такое резонанс? Резонанс, орбитальный резонанс — это периодически повторяющаяся конфигурация тройки в данном случае. То есть это означает, что периоды обращения двух тел должны относиться как небольшие целые числа. Это отношение не обязательно должно быть целым, как здесь. Здесь два к одному отношения. То есть за один оборот тело на дальней орбите, тело на меньшей орбите делает два оборота. Это может быть и полуцелые резонансы, там, 3 к 2, скажем, или 5 к 2 и так далее. Здесь нарисован устойчивый резонанс. Резонансы бывают устойчивые и неустойчивые. Чтобы резонанс оставался устойчивым, нельзя допускать тесных сближений. Что такое тесные сближения? Тесные сближения — это когда два тела проходят мимо друг друга слишком близко. Настолько близко, что их взаимное гравитационное взаимодействие приводит к дестабилизации орбиты. И там даже уже сложно вычислить, как это тело поведет себя дальше и на какую орбиту уйдет. Для примера. Предположим, у вас есть молоток, и вы кладете его на свой ноутбук. Сила давления на ноутбук от молотка, в общем, не меняется. И у вас все хорошо, но ноутбуку ничего не будет. В случае устойчивого резонанса это что-то похожее. Если теперь вы возьмете свой молоток и бросите его на ноутбук, то, соответственно, давление резко изменится, и все, пиши пропало. Здесь, в общем, примерно такая же история с тесными сближениями. Ну так вот, здесь никаких тесных сближений нет на этой картинке. Да, картинка довольно условная, потому что мне удаются вообще только нульмерные картинки. Значит, что здесь происходит? Вот начальная конфигурация, а вот конфигурация через один период внешнего тела. То есть вы видите, что эти конфигурации одинаковые. Ну вот через четверть периода, здесь вращение против часовой стрелки, мы имеем такую конфигурацию, через половину периода такую. Ну понятно, что через три четверти это будет здесь. Ну и, в общем, все отлично. Пример. Нептун и Плутон. Нептун и Плутон находятся в резонансе 3 к 2. Ну я объясняла про 2 к 1, но понятно, что 3 к 2 это аналогичная ситуация, только за три оборота Плутона Нептун делает два оборота. На этой картинке кажется, что орбиты пересекаются, на самом деле это не так. Орбита Плутона наклонена примерно на 17 градусов, и там все хорошо. Но даже если бы случай был плоским, тем не менее этот резонанс гарантировал бы им устойчивость, так как он гарантирует эту устойчивость сейчас. А в действительности это все прекрасно для случая, когда у нас есть три тела. Солнце, Плутон и Нептун. Но у нас в Солнечной системе много всего другого. В частности, наверное, мало кто знает, но Плутон не так уж близко подходит к Нептуну, он гораздо ближе подходит к Ураму. И вся эта конструкция дестабилизирует орбиту Плутона, и поэтому в действительности, несмотря на то, что есть устойчивый резонанс, орбита Плутона неустойчивая, но на больших временах времени, конечно. Мы не застанем. А вот пример неустойчивого резонанса и тесное сближение, которое также начинает повторяться с периодом. Пример неустойчивого резонанса. Это так называемые люки Кирквуда. Здесь нарисовано распределение астероидов главного пояса. Главный пояс астероидов — это астероиды, которые находятся между орбитой Марса и Юпитера. И, естественно, испытывают взаимодействие и с Юпитером, сильное. Здесь отмечены резонансы с Юпитером, 3 к 1, 5 к 2. И вы видите, что в этих резонансах нет ничего, совсем ничего. Эти резонансы неустойчивые. И любой астероид, который туда попадает случайно каким-то образом, он сразу же выметается с этой орбиты, и все. А вот здесь, пожалуйста, живите. Вот пример действия неустойчивого резонанса. То есть эти неустойчивые резонансы как бы структурируют пояс астероидов. Вы можете находиться нигде угодно, а только там, где разрешено. Ну и теперь эта картинка становится несколько более понятной. Вот эти вот нехорошие области связаны с неустойчивыми резонансами. И Кеплер-16b планете просто повезло. Она оказалась в устойчивом резонансе. С другой стороны, если бы она попала в неустойчивую, то мы бы ее и не видели. Вот этот вот участок связан с неустойчивым резонансом 5 к 1, а этот неустойчивый резонанс 6 к 1, ну и так далее. Так же, как нашим астероидам не разрешено находиться где угодно, так же и планетам у двойных звезд не разрешено находиться где угодно около этих звезд. И на этой картинке становится понятно, где им можно находиться, где их вообще имеет смысл искать. А где им нельзя находиться, искать их там смысла нет. Ну, здесь это минимальное расстояние между двойной планетой, а здесь сжатие в центре системы, сжатие орбиты, вытянутость орбиты планеты. Хорошо бы, конечно, чтобы помимо того, что орбита была устойчивая, попасть еще и в зону обитаемости. Ну, здесь нагло взятая картинка из Википедии с областями обитаемости для одиночных звезд. Ну, и вот наша Земля. Здесь одна светимость Солнца, единичка. И это уже ближе к красным карликам. Соответственно, планета должна находиться ближе. Ну, и чем ярче звезда, тем дальше должна находиться от нее планета, чтобы попасть в зону обитаемости. Вообще, что такое зона обитаемости? У астрономов все просто. Зона обитаемости — это там, где может быть жидкая вода. Ничего больше, не больше и не меньше. Поэтому, поскольку мы обычно не знаем, не имеем никаких сведений об атмосфере экзопланеты, знаем только ее размер максимум, то тут, в общем, это некоторая условность. Хорошо. Может ли быть зона обитаемости у двойной звезды? Может. Ну, вот эта картинка для внешней зоны обитаемости. Внешняя зона обитаемости посчитана вот с помощью такой замечательного сайта. Там можно, в общем, много всякого разного делать. У двойной звезды может быть внешняя зона обитаемости и внутренняя зона обитаемости. Вот это внешняя зона обитаемости, а внутренняя — это были бы колечки вокруг каждой звезды. Может быть, либо та, либо другая. Так что и того, и того это нельзя. Здесь пример для двух звезд одинаковой массы и немножко вытянутой орбиты, не сильно. К сожалению, ни одной планеты в двойной звезде, которая бы находилась в зоне обитаемости, пока не открыта. Но, с другой стороны, их и открыто всего 300. Поэтому все впереди. Ближайшая к нам планета у двойной звезды находится в Альфа-Центавре, по всей видимости. Это пока под вопросом самого существования этой планеты. Но есть некие указания на то, что она там все-таки есть. Эта планета обращается не вокруг обеих звезд, но обращается вокруг одной из компонент, а именно B. И есть замечательный кандидат на эту роль. Кандидат называется Язет Водолея. Язет Водолея не так уж далеко, совсем близко, не сильно дальше, чем Альфа-Центавра. Всего 11 световых лет. Это тройная звезда, но ее третий компонент находится очень далеко. Поэтому имеет смысл говорить о внутренней двойной. И эта внутренняя двойная состоит из двух красных карликов. Очень слабые звезды. Они находятся очень близко друг к другу. И тем не менее вокруг этой двойной может находиться планета. Более того, зона обитаемости в нее внешняя. И эта внешняя зона обитаемости не совпадает, пересекается с разрешенными местами, где можно устойчивую орбиту организовать. Так что потенциал у этой двойной и тройной системы очень хороший. Более того, эта система потихонечку приближается к Солнцу. Ну и что я еще хотела сказать, что в нашей галактике, по разным оценкам, где-то от 200 до 400 миллиардов звезд. Если нашу статистику, то, что мы уже отнаблюдали, то, что мы знаем, интерполировать как-то на все эти звезды, то окажется, что от четверти до трети этих звезд должны иметь хотя бы одну планету. Соответственно, мы ожидаем того, что только в нашей галактике должно быть что-то около 100 миллиардов солнечных систем. Вот, собственно, и все. Елена, спасибо большое. Друзья, у нас сейчас есть возможность задать Елене вопросы. Для того, чтобы это сделать, поднимайте руку. Я или Надя будем подходить с микрофонами. У меня вопрос по поводу последней части вашего выступления. Вы сказали, что экстраполяция позволяет выделить около 100 миллиардов систем, правильно? Ну да, возможно, меньше немножко. Известно, что в середине нашей галактики состоится точно самое большое количество этих звезд, и жизнь там, в принципе, невозможна из-за высокого давления и нестабильности. Это учтено как бы? Это немножко компенсируется на самом деле. То есть, да, вы совершенно правы, но, по всей видимости, как раз из-за того, что в ядре там, могу знать, что творится, ожидается, что в галактике довольно много звезд, планет без звезд, то есть выброшенных из системы, которые вот так вот гуляют. Мы их, в общем, есть подозрительный кандидат, там микролинизированием найденный, но их вообще тяжело наблюдать. Как? Они же сами не светят. Ну вот, и такими планетами, в общем, немножко компенсируется это дело. Я ответила? Здравствуйте, меня Сергей зовут. Вы рассказывали про планеты вращаются, там отношения 3 к 2, 5 к 1, они такие достаточно простые. А так всегда, мне просто любопытно, бывает там какие-нибудь там, не знаю, 34 к 11? Бывает. Это называется резонансы высоких порядков. Они тоже бывают как устойчивые, так и неустойчивые. Но просто дело в том, что есть такое понятие, как ширина резонанса. То есть на самом деле вам не нужно, не обязательно точно попадать в это значение, там 2 к 1, например. Но чем выше порядок резонанса, тем уже вот эта вот область допустимой погрешности по отношению к точному значению резонанса. Спасибо. Здравствуйте, меня Федоров зовут. Спасибо за интересную лекцию. И вот такой вопрос. У нас уже более 2 тысяч планет найдено. Можно ли сказать, что уже пора остановиться, астрономам надо направить свои усилия на исследование уже найденных планет, определение их свойств? Или все-таки пока еще надо набирать статистику, надо направить свои усилия на продолжение? Конечно, нужно набирать статистику и нужно делать еще более точные инструменты. Потому что, как я сказала в начале, мы на самом деле не видим самого интересного. То есть мы видим только в основном большие массивные планеты на вытянутых орбитах. То есть это Юпитеры, там есть много планеты с массами превышающими, значительно превышающими массу Юпитера. А вот того самого интересного, чего нам хочется-то какой-нибудь жизни, вот этого мы практически не видим. Ну то есть вот земель, да, маленьких, средненьких и крупных земель, их сейчас вот всего 30%, это совсем мало. Более того, исследования открытых экзопланет уже ведутся, есть способы определения химического состава атмосферы у планет уже. И для некоторых планет это уже известен химический состав. Плюс к тому, в обнаружении новых планет, в принципе, в этом может участвовать кто угодно. Есть такая замечательная группа Planet Hunters, потому что данных колоссальное количество. Данные, допустим, с космического телескопа Кеплер до сих пор не все обработаны. И вот люди, которые хотят, они могут присоединяться к этой группе и помогать обрабатывать, пожалуйста, находить планеты. Да, здравствуйте. Было вот сказано, что планета может вращаться только вокруг одного компонента двойной звезды. То есть… Нет, нет, есть два типа, вот я показывала. Сейчас. Вот, то есть, возможно, оба варианта. И открытые, и такие, и такие. Ага, и можно вот еще второй вопрос. Значит, было сказано про второй метод наблюдения, не Доплеровский. Транзит, да. Транзит, да. Сколько примерно времени нужно, чтобы пронаблюдать все движение, то есть затмений? То есть на определение звезды сколько времени нужно? На определение орбиты планеты. Ну, это на самом деле сильно зависит от качества полученной кривой блеска, вот где видны колебания блеска. Вот, но понятно, что по двум транзитам никто хорошо орбиту не определит. Чем больше, тем лучше. Вот так. Но обычно сколько есть. Вот сколько отнаблюдали, там, отнаблюдал Кеплер, я не знаю, там, 10 транзитов. Знаете, у нас есть 10. Если он успел отнаблюдать… Это же сколько успеет отнаблюдать зависит от периода. Чем больше период планеты, чем дальше она от звезды, тем реже происходит транзит. И, соответственно, тут как повезет. Здравствуйте. Меня зовут Антон. Спасибо большое за лекцию. Хотелось бы вот что уточнить. На непонятной картинке с синими точками. Да. Вот одна синяя точка – это какое-то наблюдаемое значение? Или это какая-то симуляция? Это симуляция. То есть каждая точка здесь соответствует одной орбите какой-то. Все синие – это орбиты неустойчивые. А то, что осталось белым – это устойчивые орбиты. А скажите, пожалуйста, известно ли в каком-то виде уравнение, по которому можно… Конечно. На самом деле это просто уравнение движения, ну, грубо говоря, как из школы. f равно ма. Они просто интегрируются, ну, где f – это сила ньютоновской протяжения. А почему тогда это все результат симуляции, а не точное решение? Дело в том, что задача трехтел в общем случае вообще точного решения не имеет. Понял. Спасибо. Да, простите. Как определяется на таком расстоянии химический состав планет и масса? Масса определяется по методу Доплера в основном. То есть транзитный метод может только косвенно определить массу. То есть мы можем по ширине, ну, там, по ширине, по глубине транзита, по форме, в общем, кривой блеска определить размер планеты. Ну, а дальше, в общем, можно как-то примерно прикинуть, какая у нее может быть масса. Но тут, конечно, точности никакой. А вот спектральные наблюдения метод лучевых скоростей, они дают уже массу в прямую, потому что чем просто сдвиг линии спектральной в красную или в синюю сторону, тем больше, чем больше масса у планеты. То есть это прямая зависимость. Вот, химический состав. Значит, я могу ответить про химический состав атмосфер, как его меряют. А про химический состав самих я могу сказать только одно, что если планета большая и она достаточно близка, то понятно, что это газовый гигант. Вот, если она там маленькая, то, ну, значит, она каменная. Вот как-то так. Так, ну, опять же, можно смотреть на размеры, то есть если мы видим какую-нибудь планету обоими методами и транзитом, и методом Доплера, то мы знаем и радиус, и массу, и тогда уже все с ними понятно. Сейчас я транзит открою. Значит, что касается состава атмосферы. Когда начинается, вот только-только начинается транзит, планета начинает находить на диск звезды, она вначале затмевает звезду своей атмосферой, и уже потом начинается нормальное затмение. Вот в этот момент, ну и, соответственно, при выходе из транзита то же самое. Последний выходит атмосфера. В этот момент можно сделать спектральное наблюдение, то есть мы как бы видим атмосферу на просвет. И по тому, какие линии там новые появятся, линии в спектре там зависят от химического состава, то есть от того, какие элементы там. Вот мы можем узнать химический состав атмосферы планеты. Здравствуй, значит, вопрос такой. Вот во всех ваших картинках и вообще во всех картинках, которые мне приходилось видеть, в двойных планетах плоскость орбиты планеты совпадает с плоскостью орбит звезд. В принципе, найдены ли были какие-нибудь системы, в которых плоскость орбиты планеты не совпадала бы с плоскостью? И вообще, в принципе, это возможно ли? Это возможно. Значит, дело тут вот в чем. На самом деле плоскость орбиты и плоскость экватора звезды, они на самом деле не совсем-то точно совпадают и в Солнечной системе. Там углы маленькие просто, но некоторый разброс есть. Там у экзопланет разнообразие побольше и значительно побольше. И связано это тоже на самом деле с резонансом, но резонансом, о котором я сегодня не говорила, есть такой резонанс Лидова-Казаи. Его эффект заключается в том, что он как бы обменивает наклон и эксцентриситет. То есть планета сначала лежит примерно в плоскости и имеет большой эксцентриситет, то есть она вытянутая. А потом в какой-то момент ее перебрасывает, и она начинает вращаться как бы перпендикулярно этой изначальной плоскости, но при этом по круговой орбите. И в результате этой истории бывают очень большие наклонения. Здравствуйте, спасибо вам за лекцию. И у меня остались два простых вопроса. Насколько далеко находится Кеплер-16Б? Очень далеко. Это грустно. И второй вопрос. Как часто вообще открываются новые планеты? Что-что? Как часто открывают планеты? Каждый день? Сейчас планеты открывают часто. Очень часто. То есть вот это число 2,100 и так далее, оно меняется раз в неделю легко. Но тут дело в том, что у нас, как я сказала, не все данные с телескопа Кеплер обработаны. Там такое количество данных, что мы их еще долго будем обрабатывать. Я надеюсь, что к этому моменту у нас уже появятся данные с ГАИ. Так, чтобы, ну как бы вот совсем новые, да, не Кеплеровские, допустим, но открывают время от времени. То есть некоторые планеты открывают из Земли. Но тут, конечно, все-таки это что-нибудь достаточно массивное и на только самых больших телескопах или очень чувствительных спектрографах. Таких, конечно, значительно меньше. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Саша. Вы сказали, что две звезды, вокруг которых вращаются вдали, приближаются к Солнцу. Да. Почему это происходит и к чему это может привести? Ну, на самом деле, большинство звезд местной группы приближаются к Солнцу. Вообще, галактика штука не статичная, и звезды в ней не на каких-то там, не знаю, они не привязаны жестко к конкретному там руководству, допустим. Это, ну, поле галактики, оно довольно сложное, гравитационное поле, и это движение, оно довольно сложное. К чему это может привести? Да, в общем, ни к чему плохому. То есть, на самом деле, так, чтобы вот звезды столкнулись, на самом деле, несмотря на то, что звезд, казалось бы, очень много, по масштабам галактики они очень разрежены. Ну, в основном, да, они считают центральных областей. В центральных областях там все по-другому немножко. А вот у нас тут на периферии, в общем, плотность звезд не так высока, чтобы была какая-то существенная вероятность какого-то тесного сближения или столкновения откуда-то издали. Ну, пролетит мимо. Леонид, большое спасибо. Хорошая лекция. Хотел спросить, какие по времени тайминги транзитного метода? Еще раз. Какие тайминги транзитного метода? Сколько идет провал по времени? Ну, это зависит от конкретной планеты. То есть, если период большой, да, то, соответственно, и время транзита будет большим. Если период у планеты маленький, то и время транзита будет маленькое. То есть, допустим, если у вас там планета где-нибудь очень далеко, ну, вот, будет медленный такой транзит. Спасибо большое, Елена. Спасибо.